Из приемников приют. Что будет с безнадзорными животными в нашем городе? Болезнь с летальным исходом. В Сарове обнаружили лисицу, зараженную бешенством. Найти и спасти. В Сарове открылся филиал поискового спасательного отряда «Волонтер». Далее расскажем обо всем подробном. Продолжение следует... Из плюсов. Приемники со дня на день должны начать делать ремонт. После этого приемнику присвоят статус приюта. Но на этом положительные стороны заканчиваются. С другой стороны, он сказал, что здесь будет осуществляться только программа ОСВВ. То есть отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. По программе ОСВВ животные содержатся в приюте 20 дней. За эти 20 дней их стерилизуют, прививают от бешенства и выпускают. При этом, со слов волонтеров, Юрий Бакаев заявил, что щенков и котят принимать не будут. Напомним, сейчас большая масса подопечных приемников – это именно щенки и котята, которых либо ловят на улице, либо приносят горожане. Здесь бывшие домашние животные и те, кто родился на улице, находятся под опекой волонтеров, которые их кормят и пытаются найти хозяев. Куда щенков и котят девать после передачи приемника – непонятно. Я сказал, что можете относить их в госветуправление Сарова, там снимать для них клетки по коммерческим ценам. Мы – некоммерческая организация. У нас единственный доход – это пожертвования неравнодушных горожан. Этих пожертвований едва хватает, чтобы содержать животных на корма медикаменты и арендовать клетки по коммерческим ценам, но просто не в состоянии. Тем более, что у нас на руках единовременно до 80-100 животных. Он сказал, что волонтеров быть не должно. Вот этого безобразия, он сказал, не будет. И приема от населения животных тоже не будет, будет только отлов. Также на встрече Бакаева с волонтерами речь шла о том, что в Саровов будут свозить животных со всей округи. Выпускать их после стерилизации обещают там же, где и поймали. А это дополнительные расходы на трансфер, например. Обеспокоенной этой ситуацией волонтеры отправили письмо главе города Александру Тихонову. Пока пришел ответ только от администрации. На месте приемника по заверениям чиновников создадут приют, где будут жить те животные, которых нельзя вернуть на улицу. Ввоз отловленных за пределами города животных пока на этом этапе не планируется. Наша редакция отправила запрос на имя Михаила Курюмова, председателя комитета ветеринарии Нижегородской области. Мы вернемся к теме передачи приемников в ближайших выпусках новостей после того, как получим ответ. Детям нужны не просто какие-то школьные программы, доски и парты. Им нужно что-то создавать руками, открывать что-то новое в науке, в области технологии, физики и химии. Еще в начале учебного года об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов. Но не все школы могут обеспечить доступ своих учеников к новейшему оборудованию. Например, сельские школы, в которых учатся всего 100-150 учеников, не могут купить 3D-принтер или VR-очки. Специально для них был запущен мобильный кванториум. Он передвигается по югу Нижегородской области. Мобильный кванториум приезжает в конкретный населенный пункт, в конкретную школу. И каждый трек мобильного кванториума – это 2 часа. Соответственно, это минимальная программа 36 часов по виртуальной реальности, по робототехнике, по промышленному дизайну. И у ребят появляется возможность в рамках этого трека познакомиться с тем оборудованием и, возможно, перейти к следующему уровню. Костяк передвижной лаборатории составляют сотрудники технопарка «Кванториум Саров». Но есть и те, кто работает только в мобильной лаборатории. Наставников всего 5 по каждому из направлений. Группа уже посетила село Сакана Ордатовского района, а сейчас базируется в Нарышкино. Наставники у нас в основном – это либо выпускники, либо студенты магистратуры, представители нашего СРФТИ. То есть люди, которые непосредственно знают, что такое техническая направленность. Из всех у них техническое образование, поэтому им все это знакомо, все это близко. Они с этим соприкасаются и этому обучают наши детей. По приезде на место оборудование переносит школу, и наставник начинает работать с определенной группой детей. Программа построена таким образом, чтобы материал был понятен и интересен первоклассникам и будущим выпускникам. Дети сначала просто не понимают, кто приехал, зачем приехал. Обычно не понимают. Им каждый раз приходится рассказывать, например, про кванториум, что есть стационарный кванториум. Базируется он возле города Саров, поселка Кесатис. И мы рассказываем, что такое просто кванториум, что такое технопарк. А уже позже рассказываем про мобильный кванториум и зачем мы приезжаем к ним. И после того, то есть первое занятие, оно самое главное, самое важное. Важно заинтересовать их внимание, чтобы они ходили не просто, как им поставили занятия, а именно, чтобы они сами этого хотели, чтобы они сами стремились получать эти знания. В течение учебного года передвижная лаборатория посетит выбранные населенные пункты по три раза. Во время своего отсутствия наставники не бросают воспитанников, выходя на связь дистанционно. Что касается Сарову, по условиям нацпроекта мобильный кванториум его посещать не может. Пока ищут другие варианты, например, планируют проводить здесь мастер-классы. Карантин по бешенству объявляют Сарой практически каждый год. Город находится в природном очаге этого вируса. Чаще всего его переносят лисы. В этот раз все тоже началось с найденного трупа этого животного. Нашли лису, обратились граждане по ТИЗу. Проезд цветочный, дом 41, что обнаружен труп лисы. Мы приехали, забрали, отправили его в лабораторию. Диагноз подтвердился, бешенство. Поэтому сейчас ТИЗ – это очаг, которым сейчас распространяется инфекция. Мы его сейчас изолируем и наводим на него карантин. У нас угрожаемая зона весь город, поэтому все мероприятия будут проводиться по городу. Бешенство смертельно и для людей, и для животных. После появления первых симптомов летальный исход неизбежен. Первоначальные признаки бешенства у людей – повышение температуры и боль. Необычное и необъяснимое ощущение покалывания, пощипывания или сжения вместе раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. Затем наступает смерть. У животных также есть ряд признаков, по которым можно заподозрить бешенство. На течении, как правило, пролечь глотки. У нее может быть именно тихая форма. Она подходит к вам слишком активно и ластится. Может быть, именно бешеная форма. Она начинает бросаться, поедать инородный предмет. На самом деле, мимо проходящей лису понять сразу, что она бешеная невозможно. Ни в коем случае нельзя диких животных подкармливать, пытаться поймать и погладить. Лисы, ежи, мыши могут заразить собак и кошек на самовыгуле. Домашние животные, в свою очередь, заразят человека. Поэтому важно вовремя сделать вашему питомцу прививку от бешенства. Вот такую антирабическую вакцину Робикан вкалывает в госветуправление. Вакцина безвредна. Подходит щенкам и котятам от 12 недель. Вакцинация от бешенства в госветуправлении бесплатная. Из-за пандемии нужно предварительно записать своего питомца на прививку. Справки по телефону 49200. Не обязательно в период карантина глистогонить животное перед вакцинацией. Специалисты ведомства также советуют привить животное, если с момента прошлой прививки уже прошло полгода. Более 16 лет Никита Балуев занимается хоккеем. Регулярные физические нагрузки, закалка характера и проживание вне дома – для него привычное дело. К армии юноша относится спокойно и считает, что служба пойдет на пользу. Для каждого мужчины это как бы важно. И думаю, каждый мужчина должен пройти армию. Люблю активный образ жизни, занимаюсь спортом и хочу научиться стрелять. Призывники традиционно проходят профотбор, психологическое тестирование и медкомиссию. За эту кампанию ряды вооруженных сил нашей страны пополнят около 50 саровчан. Они будут служить в разных родах войск от Калининграда до Дальнего Востока. Сейчас уже принято около 20 решений мальчиков на призыв. Состояние здоровья, я хочу сказать, что подрастающего поколения, те, которые идут сейчас служить в органы силы, по сравнению с прошлыми годами намного улучшается. Можно отдать должное городу, городу вне 5 человек идет в научную роду. Во время призывной кампании сотрудники комиссариата тщательно следят за соблюдением мер безопасности. На входе всем выдают средства индивидуальной защиты. Обрабатывают руки антисептиком и измеряют температуру. Комиссия сейчас проходит по средам, первая половина дня. Военный комиссариат города больше никаких граждан не принимает в данный день. И проходят они в два потока, чтобы ребятишки соблюдали ту дистанцию, которая необходима. Осенняя призывная кампания закончится 31 декабря. С 20 октября новобранцев будут отправлять войска с областного пункта сбора в Дзержинске. Перед этим бойцы сдадут тест на коронавирус. По прибытии на место службы пройдут его повторно. И отправятся на двухнедельный карантин. Чем отличается еля сосны? Почему осенью желтеют листья? Как ухаживать за деревьями, чтобы они долго росли? В рамках уроков здоровья с учениками младших классов Татьяна Комарова реализует несколько проектов. В том числе и экологической направленности. Один из них – царство зеленых великанов, где ребята знакомятся с флорой родного края. А еще изучают птиц. Был реализован также проект пернатые гости нашего сада. Мы познакомились с птицами, которые прилетают в наш сад. Научились их правильно кормить и ухаживать за ними. Уроки здоровья проходят один раз в неделю по специальной программе, которая разработана сотрудниками кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института развития и образования. Татьяна тесно с ними сотрудничает более 10 лет. За это время были реализованы различные проекты, созданы инновационные площадки и сетевые акции, в рамках которых происходило знакомство с другими коррекционными школами области. Проект одного из занятий этой программы «Дыхание и жизнь» Татьяна отправила на 11-й всероссийский конкурс «Учитель здоровья России-2020». Занятие сложное. Если деревья можно посмотреть, пощупать, цветы опять можно посмотреть, на птиц можно посмотреть. А что такое воздух? Ребенку задают, а что такое воздух? А кто в воздухе живет? Пусть это сказочное, но представить, что там кто-то есть, и что там еще есть микробы, вирусы, и там еще пыль, и кислород, и вода. Согласите, для ребят это сложно. Но Татьяна решила не отказываться от идеи, тем более, что в связи с пандемией тема стала актуальной. По итогам регионального этапа Татьяна Комарова стала призером конкурса. А это значит, что надо продолжать работу в этом направлении. Совершенствовать методику подачи материала, чтобы детям было легче усвоить сложную тему. Все это работа направлена на то, чтобы разработать программу именно для наших ребят, именно для детей с ОВЗ. Вот наше сотрудничество должно прийти к этому финалу. Взаимодействие по программе включает не только разработку занятий и участие в конкурсах, но и анализ, диагностику. В этом году планируется совместное мероприятие с учителями коррекционных школ региона по обмену опытом. В звании волонтера преподобного Серафима Саровского Анне Виноградовой присвоили за работу руководителем православного волонтерского центра «Радость моя». Лауреатами премии стали 24 добровольца из 11 регионов страны. По словам женщины, эта награда общая для всех волонтеров объединений, которые на протяжении 10 лет помогают жителям нашего города и его окрестностей. Мы начинали с поздравлений новогодних, рождественских, с поздравлений детей-инвалидов. Нас в это дело пригласило епархиально-социальный отдел. Поздравительные акции, праздники для детей с инвалидностью, поездки в детские дома. Это вот такие были моменты. Были перевозки мебели нуждающимся, они у нас сейчас остаются. Это работа центра «Милосердие». Большую роль в работе волонтерского центра играет поддержка православного творческого объединения «Мир». Анна уверена, без идей, которые способны заинтересовать людей, без студии «Родничок», которая помогает организовывать детские праздники, ничего бы не вышло. Самый первый, кто нас поддержал, это Департамент по делам молодежи и спорта. Нас всегда поддерживали социальные учреждения. Мы с ними все время работаем в связке. Социальные учреждения передают волонтерам списки и контакты нуждающихся. Сейчас добровольцы помогают пожилым людям, которые находятся на самоизоляции, с доставкой продуктов и лекарств, выгулом собак. Больше пяти лет назад образовалась больничная группа волонтеров. Вот эти две бригады, мужская и женская, которые приходили в отделение сестринского ухода нашей клинической больницы и помогали помыть пациентов, лежачих, одиноких. И даже если они не одинокие, ну представьте себе, 80-летняя бабушка лежит без движения, а ее дочка сама ей 60 лет, у нее самой уже хронические заболевания. Ну как она ее помоет, одна без помощи? Из-за пандемии добровольцы не могут собирать средства в торговых центрах города. Поэтому некоторые проекты волонтерского центра приостановили. Продолжает работу гуманитарный склад, где нуждающиеся могут получить вещи, игрушки и продукты, которые жертвуют саровчане. Сейчас людям особенно необходима теплая и мужская одежда – обувь. Гуманитарный склад работает по вторникам и четвергам с 17 до 19 часов, по субботам с 9 до 12 часов, на улице Пушкина, 24 А. Сбор информации, рассылка ориентировок, координация поисковых групп. Наталья Хаустова занимается этим ежедневно. Девушка руководит саровским филиалом поисково-спасательного отряда «Волонтер». Помимо своей основной работы, его добровольцы круглосуточно принимают заявки и ищут пропавших людей. Заявка в работу принимается только после того, как подано заявление в полицию. Заявка приходит в инфоргу. Инфорг собирает всю необходимую информацию, принимает решение об сборе на выезд добровольцев поисковиков, либо заявка переходит в инфопоиск. За последние два месяца саровские добровольцы приняли 25 заявок на поиск. Успешный исход во многом зависит от своевременного обращения и слаженной работы всех участников. Часто специальное оборудование и экипировка не нужны. Для поисков в лесу достаточно иметь программу на телефоне, которая фиксирует перемещение. Для поиска людей в природной среде создается карта, она делится на квадраты и задачи даются по квадратам. То есть группа идет в квадрат, выполняет там задачу, допустим, либо это работа на отклик, либо это прочес. Потом возвращается в штаб, все эти данные сливаются на компьютер, к картографу, координатору, который координирует поиск. И они видят, какой квадрат у нас отработан, какая территория закрыта. По Нижегородской области функционирует 16 поисково-спасательных отрядов волонтер. Саровский – самый молодой. В нем состоят около 10 добровольцев, которые каждый день безвозмездно помогают жителям нашего города и области найти пропавших близких. Видеть лица спасенных людей, лица их родственников, слышать слова благодарности, наверное, мы называем это зарплата. Потому что ощущение, когда ты сообщаешь о том, что человек на один жив, оно ни с чем не сравнимо. Добровольцы ликвидируют опасные объекты, размещают указатели там, где можно легко потеряться, тушат лесные пожары и проводят уроки безопасности. Организация обучает своих волонтеров, проводит тренировки и сборы. Любой желающий может стать активистом поискового отряда. Вступить в его ряды, получить подробную информацию или заявить о пропаже человека можно по телефону, указанному на экране. Территория Мордовского заповедника имени Смедовичей – это более 32 тысяч гектаров лесостепи. Из них к охранной зоне относятся чуть более 6 тысяч гектаров. Наблюдают за порядком заповедники 64 сотрудника. Но помимо охраны, флоры и фауны природного комплекса, работники занимаются изучением всего живого в этих местах. Основная наша задача – это наука, в первую очередь. То есть наши научные сотрудники находят новые виды животных, растений, насекомых. Иногда редкие виды находят, иногда даже виды, которые никогда не встречались на территории республики. Не только республики, но и страны в целом. Сохранение популяции животных – это одна из задач сотрудников заповедника. В 2019 году привезли зубров, чтобы восстановить их вид в нашей местности. Теперь они свободно гуляют по заповеднику и даже уходят в соседние области. Может быть, наконец-то мы, экопросветители, достучались до людей, что это все-таки мировой масштаб исчезновения этого вида. И наши зубры выходят в соседние районы, попадают на камеры в других регионах. То есть возвращаются все равно к нам назад. Они понимают, что мордовский заповедник – это их дом, где их любят, кормят, холят и лелеют. Фото-ловушки расставлены в местах обитания разных видов. Это помогает сотрудникам отследить маршруты животных и птиц. Но нередко в объективы камеры попадают люди. Туристы игнорируют информационные стенды и проходят по звериным тропам. Пройдя мимо аншлага, где крупными буквами написано «проход и проезд запрещены», «зона абсолютного покоя», то есть у нас были такие случаи, когда на фоне одного и того же квартального столбика с утра прошел мишка, потом прошли волки, а потом прошли два туриста, которые проживали на территории поселка Пуштов в гостинице. Три года назад к заповеднику имени Смедовича присоединили национальный парк «Смольный», который находится в Учалковском районе Мордовии. Расстояние в 250 километров не стало преградой для оперативного обмена информацией и развития природного комплекса. И все же некоторые проблемы есть. Недостаток кадров все-таки научного отдела, потому что у нас действительно специалистов в научном отделе не хватает в определенных сферах. Но и недостаток людей, потому что мы по людям соскучились из-за пандемии. Карантинные меры дали возможность сотрудникам Мордовского заповедника погрузиться в работу над новыми проектами и реализовать давно задуманные идеи. Сейчас для туристов разрабатывают новые маршруты и готовят интересные экспозиции. И с нетерпением ждут в гости всех любителей живой природы. Пять номинаций конкурса «Доброволец Сарова-2020» позволят каждому волонтеру рассказать о себе и о своем направлении деятельности, привлечь в ряды добровольцев и еще больше людей. По словам Ульяны Нагарнюк, в Сарове действует около 30 волонтерских организаций. Количество зарегистрированных добровольцев приближается к 900. Задача – рассказать о своей волонтерской деятельности, презентовать. Для организации снять ролик о своей волонтерской деятельности и прислать нам до 15 ноября этого года. В конкурсе могут принять участие и новички, и опытные добровольцы, волонтерские отряды и их руководители. По итогам конкурса организаторы планируют провести в Сарове фестиваль добровольцев. Но в каком формате будет проходить мероприятие, пока неизвестно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. Мы, конечно, очень хотим, чтобы число заболевших снизилось. И нам как-то хочется всех увидеть, всех отблагодарить. Там, конечно, соблюдение всех требований и норм. Но если так получится, что нас приведут в дистанционный формат, то мы будем продумывать концепцию дистанционного мероприятия. Также перейдем в ЗУМ, наградим, пригласим с добровольческой службы Нижнего Награда, которая нас курирует. Подробнее узнать об условиях конкурса можно в официальной группе ресурсного добровольческого центра ВКонтакте или по телефону 99-113. В конкурсе могут принять участие саровчане старше 14 лет. Внимание, вопрос номер два. Собравшись впервые в жизни воспользоваться самолетом, китаец Лучао сделал это в турбину. Что сделал житель Поднебесной перед полетом? Оказалось, ничего постыдного. Он забросил в турбину монетку. На счастье. Определенной тематики у вопросов студенческого турнира «Что, где, когда» не было. Организаторы собрали для игроков факты из различных сфер жизни. В одних случаях ответить правильно на вопросы помогали знания, в других – логика. Вопросы были, наверное, не столько сложными, сколько необычными для нас, для учеников, особенно технического вуза. Это более житейские, более логические вопросы. Для нас, конечно, это было тяжело. Игра проходила в три тура. В каждом было по 12 вопросов. В турнире принимали участие студенты разных курсов. Андрей Ефремов учится на втором. Вместе с друзьями они объединились в команду Шерёдингера. И решили попробовать свои силы в интеллектуальной игре. Мы как-то, наверное, начало немножечко испугались, а под конец, посередину мы уже приглядели. И полномерно, наверное, отвечали. Думаю, вопроса три мы все-таки ответили. Ребята соскучились по игре, по живому общению, по соревновательной атмосфере. Дистанционный формат игры «Что, где, когда», конечно, не сравним с офлайн-версией. Игроков осеннего турнира «Что, где, когда» расследили в разные аудитории Саровского физтеха. Но даже при таком формате игры обязательный атрибут каждого участника соревнований – защитная маска. Команды рассаживали в аудитории в зависимости от площади. В маленьких кабинетах находилась одна команда, в больших по две. А в остальном все было, как в классической версии игры. Господин ведущий вел соревнования из специальной комнаты. И только он во время турнира был без маски, так как каждое слово вопроса должно звучать четко, чтобы не возникало проблемы с трактованием. С помощью цифровых платформ ребята наладили связь с командами. Эта идея возникла в связи с тем, что наши команды и старших ребят, и младших курсов приглашают в Москву на разные кубки, приглашают в Нижний Новгород. Мы как филиал МИФИ ездим, мы ездим как самостоятельный вуз. Но у нас внутри и для тренировок друг друга, и для времяпрепровождения интересного. По итогам игры победителем стала команда «Пахом звонит в колокол». Серебро досталось сборной с трудно читаемым названием «У». Третье место заняли приматы. Как управлять своей репутацией в виртуальном мире и сделать жизнь в цифровом пространстве комфортной и безопасной. Из-за карантина интернет еще прочнее вошел в жизнь людей. На электронной площадке переместились школьные уроки, студенческие семинары, деловые совещания бизнесменов и политиков. Человек может быть одновременно и дома, и на работе. Чтобы не возникало неприятных казусов в прямом эфире, нужно знать правила цифрового этикета. В библиотеке имени Пушкина открылась запись на тренинг, где будут обучать правилам поведения в интернете. Он будет интересен и школьникам, и студентам. Мы оказались все за экранами мониторов. Это будет интересно также и людям, кто в деловой плоскости, в цифровом пространстве находится. Почему? Потому что мы сейчас совещания, встречи, даже обучение проходит в цифровом формате, в дистанционном формате. На курсе научат грамотно вести свой аккаунт в социальных сетях. Это особенно важно для тех, кто намерен искать работу. Так как все чаще работодатели, прежде чем дать ответ соискателю, просматривают его страничку в соцсети. Вести курс будет сотрудник ядерного центра, а по совместительству сертифицированный тренер-консультант по этикету Ольга Шадиева. Это, как правило, взаимовыгодное сотрудничество. Потому что понятно, что наши читатели, мы получаем просто такой огромный поток знаний, новых, интересных, разных вариантов знаний. Но интеллектуальные волонтеры имеют возможность отработать свои навыки, подготовить свои курсы. Ольга Шадиева сотрудничает с Пушкинкой уже второй год. Она, как интеллектуальные волонтеры, организует различные проекты, где делится с саровчанами своими знаниями и умениями. Мы говорим о цифровом этикете в очном общении, мы говорим о цифровом этикете в светском варианте развития событий, мы говорим о правилах цифрового этикета, когда мы находимся в деловой плоскости. Также обязательно мы говорим о том, как формировать цифровую репутацию в социальных сетях. Это тоже, на самом деле, немаловажный вопрос. На занятия по цифровому этикету приглашают саровчан от 14 лет. Урок будет длиться полтора часа с перерывом. Курс состоит из девяти занятий. Подробности на сайте детской библиотеки. У Винни-Пуха официально два дня рождения. Первые отмечают 14 октября. Именно в этот день, в далеком 1926 году, в Лондоне вышло в свет отдельное издание книги о приключениях плюшевого медвежонка. До этого выпускались отдельные рассказы. Сам Винни-Пух появился немного ранее. Летом, в 1921 году, Аллан Милл подарил плюшевую медвежонку на битву опилками своему сыну, Кристоферу Робину. И медвежонок настолько понравился мальчику, что он буквально не расставался с ним ни на минуту. Плюшевую мишку Кристофер Робин назвал в честь медведицы по кличке Винни-Пек, или Винни, которая жила в лондонском зоопарке. А пухом звали лебеди, который жил у соседей Милна. Некоторые герои книги – это другие игрушки Кристофера Робина. Например, ослика подарили ему родители. И ослик не зря был без хвостика. Действительно, Кристофер Робин, играя с ним, нечаянно оторвал его. И от этого вот... И ослик, и я получился таким грустным персонажем без хвостика. А пятачка, вот, например, подарили ему соседи. Первым иллюстратором книг про Винни-Пуха был британский художник Эрнест Шепард. Его рисунки стали классикой, неотъемлемым дополнением к текстам Милна. Шепард часто наделял иллюстрации дополнительными деталями, которых не было в книгах. В Англии его нередко называют соавтором Ална Милна. Книги о Винни-Пухе переведены на 25 языков, в том числе и на латинский. В нашу страну медвежонок пришел в конце 50-х годов. Интересная история русского Винни-Пуха. Эта книжка не просто перевод. Адер как-то листал английскую энциклопедию, видел статью о Милне с цитатами и картинками и настолько влюбился, что сразу же бросился искать оригинал этой книги. В библиотеке имени Пушкина не обошли стороной день рождения Винни-Пуха. Сотрудники подготовили для своих маленьких читателей выставку книг о приключениях медвежонка. Ребята могут написать пожелание имениннику, собрать пазл и увидеть фотографии тех самых игрушек, с которыми играл Кристофер Робин. Первый тайм со счетом 1-1 и пропущенные три мяча во втором периоде. Очередной домашний матч, который футбольный клуб Саров провел с командой «Спартак» и «Сбора», не преподнес болельщикам приятных сюрпризов. Итог 1-4 для нашей команды практически закономерен. Сейчас Саров находится на предпоследней строчке турнирной таблицы и шансов пробиться выше все меньше. Сказываются трудности с финансированием, о которых мы неоднократно рассказывали. К тому же команду подкосил уход главного тренера. Алексей Степанюк после пары игр перешел в пешиланский «Шахтер». Устроилась команда, я думаю, вокруг этого тренера. И как бы все возлагали надежду на него, то, что он содержать будет наш коллектив. Но получилось, как получилось, и мы продолжаем играть дальше. Когда это происходит в середине сезона, в любом случае для команды это потрясение, а главный тренер. Ну, стараемся, перебарываем эту ситуацию и движемся дальше. В той ситуации, которая сложилась сейчас, никаких перспектив для себя команда не видит. В чемпионате области играют сильные команды, которые живут футболом. На их содержание тратят деньги, нанимают легионеров и профессиональных тренеров. Это обходится в несколько миллионов рублей. Для сравнения, в этом году Сарову выделили 500 тысяч. Сейчас меняется администрация. Надеемся, что будут люди, которые будут заинтересованы в развитии какого-либо вида спорта, может быть, даже футбола. Я очень надеюсь это. И будут болеть этим. Соответственно, нужно будет менять не только отношение к команде, но и отношение к детскому спорту, поскольку это основной, скажем, прирост футболистов в команде. То есть можно закрыть на данный момент футболистами, которые приглашены, деньгами залить. Но я думаю, что это неправильный путь. И по такому не нужно двигаться. Нужно стараться воспитывать своих. Сейчас в составе Сарова есть лишь пара игроков, которые уже несколько лет выходят на поле. Но и они не профессиональные спортсмены. В основном наша команда сегодня состоит из молодежи, для кого футбол – это хобби. Много ошибок в передачах, много брака, которые скадываются на том, что приходится больше бегать, отнимать. Ну и все это идет по нарастающей. И поэтому просто зачастую ребят не хватает на все 90 минут. И многие сводят, травмы получают. О трудности, которые испытывает саровская команда, знают и в области. Как считает тренер Борского «Спартака», а эта команда – один из лидеров чемпионата, без поддержки административного ресурса Саров вряд ли сможет добиться хоть каких-то успехов. Я просто вижу ситуацию, что Безруков Сергей Игоревич, он шел вперед, хотел, стремился, как бы росли, но, видимо, не поддержали его. А ведь в любом деле, в любом деле нужна поддержка. А поддержка какая? Финансирование. А от финансирования уже идет поддержка молодежи. Молодежь будет расти, развиваться. Соответственно, как бы будет результат. Я не знаю, какой курс взяла команда «Саров». Не могу сказать, но вижу, что по крайней мере 3-4 года было лучше. Впереди у «Сарова» матч с пешиланским «Шахтером». Он пройдет в среду, 14 октября. Сам чемпионат Нижегородской области продлится до 29 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова